приветствую всех на своем канале сегодня я нахожусь в прекраснейшем настроении вот и когда бывают такие моменты что я делаю я сажусь записывать расклады вот потому что мое влияние на вас не только с помощью карт но и с помощью моей энергетики хочется всегда передавать что-то хорошее хотя расклад который я буду делать сегодня он такой достаточно сложный хоть и на первый взгляд может и не казаться таковым и так тема тема сегодняшнего нашего расклада это театр одного актера и мы посмотрим ваши роли ваши роли в каких ролях вы выступаете и что это за роли расклад был взят я всегда за авторство поэтому не могу не озвучить с канала роза и крест по-моему таролога зовут людмила если я не ошибаюсь могу ошибаться но вот канал именно так и называется роза и крест и этот канал когда-то когда я в разделе сообщества делала анонсы предлагала про либо что-то писала про тарологов да как кого вы смотрите что-то такое было когда-то давно я помню одна из подписчица написала чтобы знаете ли не есть вот такой таролог который на вас как-то похож вот принципе я когда мне рекомендуют канала я редко когда смотрю вот но здесь меня зацепило название этого канала роза и крест потому что так примерно называется орден в котором я состою просто мне стало любопытно что это вот и я посмотрела этот расклад правда он там назывался кому интересно можете посмотреть что-то про архетипы да какие архетипы вы проигрываете либо что-то такое я его переименовала на роли вопроса оттуда взяты вот ну давайте посмотрим смотреть будем на одну позицию сразу скажу вот кому не нравится чтобы сразу выключили не хочу никого драконить вот и давайте мы с вами приступим нас будет значит 6 вопросов смотрели на колоде тарула то чем больше я на ней работаю тем больше она мне нравится ну наверное так всегда на новая игрушка приятно и так шесть вопросов наверное я сразу выложу сюда начну что мне захотелось так выложить и будем по порядку открывать два карты и смотреть вопросы так и подниму чтобы вдруг дополнительно потом смотреть арканы и так обложка у них прямо рубашка у этих карт очень напоминает кожу не человеческую кожу ту который использует там для сумок либо еще чего-то такого либо для ремней ваша нынешняя роль в которой вы пребываете и так ваша роль а в которой вы пребываете тройки мечей на данный момент я не знаю может быть что-то происходит вашей жизни и тройка мечей нам говорит о какой-то скорби какой-то боли слезах которые вы проливаете либо это ваша ваша любимая такая позиция человека который любит немножечко пострадать который любит себя пожалеть иногда накатываю такие моменты когда хочется сказать ну за что мне такая несправедливость почему у всех хорошо а у меня вот все не так и это мне не нравится это не складывается и какие-то проблемы то есть знаете иногда хочется поныть и это нормально мне кажется состояние вот главное чтоб в нем не зависали чтобы его очень четко внутри себя ощущали потому что вопрос не только в проживании а именно осознание для чего вам эта роль нужна давайте мы посмотрим для чего вам эта роль почему вы ее выбираете а вы знаете она для вас такая обучающая да паш пиндакли у нас говорит про начинание про обучение чего именно вы учитесь через эту роль семерка кубков да здесь мы обучаемся отличать иллюзию от реальности в чем ваша иллюзия здесь в четверке пиндакли вот именно в стабильности значит смотрите как у вас эта роль проигрывается когда вы у вас все хорошо да хочется сказать вашей жизни вы начинаете немножечко страдать и эти страдания вам нужны для чего для того чтобы двигаться дальше то есть если вы не страдаете это для вас как будто бы знаете своего рода некий такой трамплин когда вы начинаете страдать вы начинаете искать выход из этого положения да то есть а как мне быть а что мне делать ага надо как-то исправлять эту ситуацию и тогда вы начинаете только шевелиться то есть здесь эти страдания они даются вам в позитивном каком-то таком ключе до что вот именно через эту боль через эти переживания я как-то начинаю действовать иначе я как-то не развиваюсь да ничего такого не происходит моей жизни здесь ощущение того что вот вы иллюзия как раз кем заключается в том что вам кажется что когда вот все стабильно да здесь какая-то вот нету развития да что вот когда хорошо то вот в этом хорошо нету какого-то разбития вот в этом есть иллюзия сейчас я попробую по-другому объяснить то есть когда вас все удовлетворяет да вроде бы не знаю и работа есть и дети одеты и муж любит вот хочется сказать найти есть такое выражение начинаешь жиро беситься что тебе что-то не доставлю чего-то не хватает здесь ощущение того что вы привыкли все время к чему-то стремиться да вот чего-то достигать и просто сесть и получать удовольствие от того что вы имеете вы не можете здесь чувство людей где-то может быть напрямую достигаторы а может быть и люди как-то косвенно то есть они не осознают вы как будто бы не позволяете себе здесь подоплека в чем вы не позволяете себе быть счастливыми понимаете то есть для вас привычнее какие-то мучения да возможно у вас и есть убеждение что только вот когда я не знаю страдаю мне за это вот вселенная что-то дает здесь вы как будто вы выбираете сложные какие-то пути простым путем не знаю вот не не совсем это про вас здесь очень много сценариев очень много зарыты сейчас мы их не будем разбирать но вот мне фонит очень многим количеством сценариев то есть это может быть что когда я не знаю переживаю там это заставляет меня двигаться дальше либо я как я уже сказал да не могу находиться когда у меня всю жизнь и хорошо я начинаю бояться переживать что вдруг у меня это хорошо заберут и поэтому я начинаю сам себе придумывать какие-то трудности сложности здесь может быть то что когда в жизни все хорошо я начинаю своей голове прокручивать какие-то фантазии о том что будет какая-то утрата мне за это надо будет платить за потому что за все нужно платить и вот своей голове вы начинаете придумывать какие-то фантазии того чего нету здесь человек как будто вы знаете очень беспокойная беспокойная природа да вот вы не можете при внешнем спокойствие внутри вас какой-то вот бесконечная беспокойность вот есть дети такие и ну вот казалось бы посадили на одно место дать себе игрушки сиди играет так он играет очень беспокойно потом с одной стороны сядет потом станет пойдем повернется на другой потом на бок ляжет томся это вы понимаете он беспокоит мне идет мне даже в речи такое да что вот вы не можете как-то угомониться у вас нету внутри вас вот это вот гармония наслаждение что окей я добился здесь ощущение того что если вы сами себе признаете что вы уже чего-то добились то это будет разрушение вы боитесь не самом не самой удачи не самого счастья а вы боитесь как будто бы последствия что достигли пика а теперь это будет отката а теперь это будет деструктива поэтому мне надо все время все время идти в эту гору закончилась одна гора надо идти до дальше другую гору еще выше то есть вот вы как будто бы знаете как эти скалолазы которые все время влезут в эту гору гору потому что когда я дохожу пика мне надо потом спускаться а я это не приемлю вот здесь что-то такое закрыто зарыто поэтому вам и нравится страдать через эти страдания вы растете вот у вас какая-то такая модель вашего роста смотрим дальше роль которую вам больше не хочется играть вот луна прекрасно это здорово и она говорит о том что вам уже не хочется играть в те игры где что-то вот это вам не хочется уже играть в игры где ситуация непонятная непроявленные где что-то мутно вам уже не хочется играть роль человека который постоянно боится постоянно тревожится возможно роль какого-то мнительного человека то есть у меня такое ощущение что вот в той роли в которой вы пребываете вам она уже не очень нужна и вот здесь уже постепенно приходит осознание что а можно по-другому да я уже вот так я уже не хочу я уже понимаю что я как загнанная лошадь а вот постоянно что-то что-то делать не хочу уже хочется как-то постепенно наслаждаться до своими какими-то успехами возможно до своими достижениями возможно с собой своими какими-то достоинствами поэтому вы не хотите проигрывать больше роль даже жертвы когда вас вас кто-то обманывает какой-то цикличности когда вот происходит какие-то повторы слишком чрезмерно может быть эмоциональным человеком такое тоже может быть а может быть вы не хотите впутываться в какие-то я не знаю мутные ситуации то есть возможно по своей натуре вы являетесь авантюристом да и вам интересны и вот решать какие-то ребусы да и все время куда-то вляпываетесь а теперь понимаете что нет нет уже не очень хочется вот это вот темная луна она мне этот туман непонятности он мне уже не интересен да то есть это также может быть роль знаете когда я хочу входить какие-то например там мистические оккультные знания да и я понимаю что меня может это разрушить но вот мне это интересно да все такое скрытое все такое темное мрачное непонятное вы понимаете что вообще можно изучать и что-то другое да не обязательно лезть там я не знаю в какие-то дебри которые не непонятны мне уже не нужны здесь вы очень постепенно мягко плавно начинаете расти что здесь за роль ну вот отшельник как раз кида то есть вам уже не хочется быть этим отшельником который постоянно что-то ищет потому что тот кто ищет тот обязательно найдет а что вы ищете а вы ищете здесь если посмотреть я повыше подниму если посмотреть на этот аркан да то здесь темно здесь земля и она какая-то темные какие-то может быть камни валуны такие большие здесь речь идет о том что человек зашел в какие-то дебри в своих поисках и застрял то есть он не видят выхода потому что все вокруг карты темные мрачного не видят выхода из из этой мглы из этой тьмы и вот здесь вот ощущение да какую роль вы не хотите проигрывать я не хочу больше в себе заниматься самокопанием потому что чем больше я копают больше я раскапываю до либо накапываю нахожу для себя вот эту роль вы вам уже не хочется проигрывать не хочется проигрывать роль сотворничества потому что вы понимаете что жизнь-то проходит до радости от нее я упускаю потому что я никому не делаю хуже кроме себя когда я закрываюсь я закрываюсь от мира здесь вопрос не в том что вы закрываетесь от людей вы закрываетесь от мира почему потому что я я боюсь помните мультик красавицы и чудовище то есть в В принципе, чудовищу нужно, что нужно было? Ему контакт нужен, ему внимание нужно, а он как-то одичал. Вот здесь ощущение того, что я уже одичал, я уже в эту роль не хочу играть. Я не хочу, я хочу попробовать то, что я ранее не пробовал. Я хочу увидеть свет, я хочу прожить счастливо. Не важно, сколько это будет по времени, не важно в каком это месте, важно наше внутреннее состояние. Вот здесь вот это отшельничество, оно уже достало. И поэтому в эту роль вы больше проигрывать не хотите. Возможно, вот какого-то даже мудреца, отшельника, тоже уже не хочу никому советовать, не хочу никому говорить, решать какие-то чужие задачи, не хочу, уже хочу что-то для себя. Смотрим дальше. Роль, которая вам нравится, но она еще не реализована. Давайте посмотрим, что вам нравится. Ну посмотрите, какая прелесть. Посмотрите даже на цветовую гамму, да, то есть вот эта вот тьма, какие-то темные, да, карты, за исключением вот семерки кубков, они сменяются на голубой фон королевы и кубков. Какая роль вам нравится, но вы ее еще не реализовали, да, то есть роль человека чувствительного, нежного, доброго, приятного, человека, который светится изнутри. Знаете, человек, который избегает все эти конфликты, который относится с пониманием. Очень такой, знаете, человек щедрой души. Мне напоминает архетип такой, знаете, доброй бабушки, который, когда не придешь, все время обнимет, все время с улыбкой, с этими теплыми, мягкими, приятными руками, которые вот и пожалеет, и поддержит, и найдет, и накормит, и напоит очень такого, знаете, заботливого человека, но человека, понимающий эмоции. Иногда человека, с которым можно даже и не разговаривать, да, но он умеет, он эмпатичен, он умеет считывать эмоции и состояние другого человека. Такое, знаете, не знаю, не то, чтобы мать Тереза здесь проходит, а что-то такое более, не то, чтобы масштабное, но вот как-то, не знаю, может быть, проще относиться, что ли, к жизни вам нравится, где-то на что-то закрывать глаза. Это не про самообман, а это про мудрость жизни, я бы так сказала. Здесь ощущение того, что вот мудрость отшельника, она переходит в мудрость королевы кубков. Да, какая роль еще не реализована, но вы это хотите. Рыцарь, рыцарь жезлов, да, рыцарь огня. Как раз-таки быть вот щедрым человеком, вам очень нравится быть щедрым человеком, светиться. Помните, мы говорим, мы не хотим быть в луне. Что мы хотим? Противоположно, мы хотим солнца. Мы хотим светить, да, мы хотим улыбаться, мы хотим быть добрыми по отношению к другим людям. Мы хотим быть более позитивными. Рыцарь жезлов говорит про огненность, про горящие глаза, когда хочется двигаться дальше, что-то делать, что-то познавать, получать от этого удовольствие, жизнерадостность, жизнелюбие. Когда я действительно люблю эту жизнь, и я люблю людей в ней, потому что они являются частью этой жизни. Здесь ощущение того, что, внимание, что вы выросли, потому что королева кубков, она иногда считывается, как такая покладистая и бескребетная. Здесь не про это. Здесь еще раз скажу, ваш отшельник, он вышел на более высокий уровень. То есть, если отшельник здесь, он для себя, все знания, всю мудрость, да, интровертность, то здесь вот эта вот интровертность, то есть то, что вы уже узнали, то, что вы поняли, осознали, мудрость жизни, вы ее хотите излить на других людей, но не с помощью причинения добра, давай я тебя научу, потому что отшельник нам уже не нужен. Это мудрость, да, учительство, это философия для себя. А вы хотите уже как-то, хочу сказать, вот эту философию заземлить, да, стать именно вот таким мудрецом, но, с одной стороны, здесь высокие вибрации, а с другой стороны, есть и заземленность. Здесь ощущение того, что вот эти вот высокие вибрации духовности, да, вы их как будто бы заземляете, то есть, как мы видим, когда, я не знаю, просветленные люди, как они взаимодействуют с людьми, какое у них отношение. Вот здесь про это, то есть про отношения с людьми, это про заземленность, но при этом не на уровне страданий, да, ты сделал мне больно, ты меня предал, а с более высокой такой позиции, что, окей, да, такое случилось. Я не буду разбираться в этом, я просто тебе пожелаю всего самого наилучшего, и в душе своей я не буду держать обиду и на тебя. То есть здесь намного выше уровень. Вы напишите в комментариях, что это у вас здесь за выше уровень, я это ощущаю, но, возможно, не всегда могу правильно выразить словами. Но здесь однозначно по рыцарю здесь появилось движение. Смотрите, здесь у нас был паш, да, в чем вы находитесь сейчас, а в чем вы хотите, но это еще не реализовано, вы хотите стать в движении человек, который что-то делает. Он не просто что-то изучает, получает информацию по пашу, а он уже начинает действовать, исходя из того, что он уже научился сделать. Это очень важно. То есть не просто я почитала какую-то книжку, а я уже с этой информацией, то, что узнала в книжке, что-то хочу сделать, хочу попробовать, хочу как-то по-другому, я не знаю, разговаривать с другими людьми, хочу что-то сделать уже не на словах, а на деле. Это очень классно, это очень здорово. Так, смотрим. Следующий вопрос. Роль, которая делает меня счастливой. А ну-ка, давайте посмотрим, что вас делает счастливой. Ну, конечно, я бы тоже была счастливой, если бы выпал ту спиндаклю, да. То есть какая роль вас делает счастливой? Человека, богатого человека, который создает возможности, шансы для других людей. Роль такого, знаете, удачника, да, либо удачливого человека. У нас на Древо Жизни все тузы находятся в сфере кетер. Кетер – это корень, это причина, причина всего, корень всех корней, корень всех ситуаций, либо корень всех мыслей. Здесь корень всего, то есть причина всех везений в вашей жизни, да. То есть вы хотите стать таким человеком, то есть создать из себя, принять такую роль на себя, как человека, который сам создает такие возможности, как для себя, так и для других людей. То есть вот эта вот удача, счастье, успех. Вот все прекрасные состояния, которые вы хотели бы иметь, ощущение того, что вы хотите стать таким человеком, который это может создавать. То есть который осознает вот через эту глубину, о которой мы говорили, человек, который осознает, что причина в нас. И вы хотите как раз-таки стать таким человеком, что делает меня счастливым? Богатство, возможности. Здесь богатство не только материальное, а вообще ваша душа, да. Я хочу стать богатым в душе человека и наслаждаться этой роли. Вот что я богатый, успешный человек, счастливый, везучий. И вы это осознаете. И я сто процентов уверена, по крайней мере по этому раскладу, он так говорит о том, что вы станете таким человеком, либо вы являетесь таким человеком, только вы пока еще в себе не раскрыли это. Почему? Потому что помни, да, вот Королева Кубков и Рыцарь Жезлов у нас выпадал на позицию, что еще не раскрыто, какая роль в вас не раскрыта. Вы над этим пока сейчас работаете. Вы сейчас находитесь вот больше на этой стороне, но уже на переходе, где-то вот так. Может быть кто-то уже замахнулся вот на эту позицию. И, конечно же, роль именно удачника, счастливого человека, который, знаете, хочется сказать, замахивает волшебной палочкой, у него в жизни все случается. Только он понимает, что вот эта вот жизненная волшебная палочка, да, это его внутренняя природа. И вот чтобы ее проявлять, надо ее раскрыть в себе. То есть надо раскрыть сознание таким образом, да, чтобы это замечать. То есть не замечать, что вот сердце разбито, и все плохо. Я никуда не посмотрю, везде грязь, война, и, я не знаю, подвохи, и подставы, и нищета. А раскрыть свое сознание и увидеть вот в этом, вот это. То есть в тройке мечей увидеть туза, педакли. То есть начать замечать это, научить свой мозг замечать это. Прекрасная, мне кажется, позиция. Еще какая роль делает вас счастливой? Человека-достигатора, да. Человека, который как раз-таки получает то, что он хочет. Но для того, чтобы получить то, что мы хотим, для начала, что нужно сделать? Причина всех причин. Надо понять, что я хочу. Для этого вы сейчас и разбираетесь. Вы не хотите уже там быть. Ваш следующий путь – это королева кубков. Для этого вы сейчас и разбираете, что я хочу вообще по жизни, как я вижу в своей жизни, как я дальше буду двигаться, как я буду получать то, что мне по праву принадлежит. Но чтобы понять, что мне принадлежит по праву, надо додуматься до этого. То есть надо свое сознание расширить. А что действительно мне принадлежит? И если это мне принадлежит, то почему я это не беру? Почему я себе не разрешаю это взять? Вот здесь такие. Такую базу взяла, потому что недавно мне сказали о том, что мои расклады, они философские, и человек не совсем подготовленный, может их не понимать. Это действительно так, потому что не забывайте, что я транслирую через себя, через свое сознание. И подбираю такие слова и такие образы, которые понятны мне в первую очередь, поскольку я мыслю такими категориями, поэтому и передаю вам информацию. Но надеюсь, в ней вы услышите что-то свое. Смотрим дальше. Роль, в которой вы вообще пребываете чаще всего. Здесь мы смотрели, в которой вы находитесь сейчас, и я сказала, что возможно, это какой-то этап сейчас у вас такой, что это не вы, это не ваша природа. А сейчас мы посмотрим, в какой роли вы пребываете чаще всего. То есть не только как сейчас, а чаще всего. Да, этот аркан не очень радует, причем, что это великий, после луны. Аркан в этой колоде называется как самоуверенность. Здесь у нас изображен два варианта. Либо здесь Икар, либо здесь Люцифер. И тот, и другой имеют одинаковый смысл. То есть человека, это альтернатива аркану башни. Человек, который возомнил, либо взял на себя намного больше, чем возможно. То есть возомнил себя тем, кем он не является. Вот. То есть если мы возьмем, например, миф Икара, да, вы помните, была некая такая золотая середина, на которой ему разрешали летать. При этом говоря о том, что нельзя спускаться слишком низко, близко к морю, чтобы не намочить свои крылья и в то же время не подниматься слишком высоко к солнцу, не приближаться. Потому что и тот, и другой вариант для него могли обернуться трагичностью. Что в принципе и произошло, когда человек не послушал предостережений, да, возомнил, что я смогу, я справлюсь, неважно по наивности, неважно по, я не знаю, по какой-то своей глупости, может быть, а может быть гортыни, разные варианты. но поступил так, как поступил и за это поплатился. Вот здесь роль, в которой вы чаще всего бываете, да, это вот именно такого человека, который делает так, как, давайте так скажу, уходит в крайности. Человек, который уходит в крайности, и это его разрушает. Не важно, в плюс он в крайность уходит, либо минус крайности, но и та, и другая, она его разрушает. Возможно, это может быть и с хорошей точки зрения, да, как-то захотели помочь другому человеку, да, поддержали его, там, что-то сказали, помогли, а потом вам обернулось это в минус, потому что человек вам сказал, а я и не просила твоей помощи, что-то ты полез куда не надо. И вот вы приземляетесь очень больно, очень больно на пятую точку и говорите, все, я больше так поступать не буду, и каждый раз поступаете именно так. А возможно, где-то здесь вот я еще раз уточню, да, в какой роли вы пребываете чаще всего, что нам здесь башня говорит. Аркан лабиринта. Вот аркан лабиринт это альтернатива аркана луны. Смотрите, здесь чаще всего вы пребываете в великих арканах, два великих аркана выпала. Очень серьезная такая позиция, которая говорит о том, что в каких-то заблуждениях, да, вот в чем-то вы периодически заблуждаете, где-то вы ну вот вы не находитесь в золотой середине, да, вы не знаете как будто бы меру. Это может быть во всем, это может быть в отношениях, да, в отношениях, например, к детям своим, да, залюбили до невозможности. Вот, а потом переживаете, почему к вам так относятся, например, ваши дети, да, либо если в партнерстве отдали своему партнеру прям всего себя и может быть человек где-то обнаглел, да, и считает, воспринимает вашу позицию как должное. То есть это не всегда негативное проявление, да, это не всегда про эгоизм, то есть мы не забываем, что Люцифер, он был почти, почти ровне Творцу, да, это был его помощник правая рука, то есть он не мог не сказать о том, что у меня нету сил, да, и я не смогу справиться, но с тем, что я хочу, да, то есть и сил у него было достаточно, и знаний, и возможностей, но он как будто бы, знаете, поступил так, как поступил, почему, потому что, не знаю, захотел, возможно, какого-то признания, что ли, так обычно поступают люди, у которых есть какие-то детские травмы, что ли, вот недолюбленности, у меня ощущение того, что есть вот какая-то недолюбленность, я хочу тебе, я хочу встать на твое место, очень часто дети говорят о том, что вот я вырасту, да, я не буду делать то, те прихоти, которые ты мне говоришь, иногда бывает так, что там, не знаю, в детстве родитель попросит, иди, принеси мне воды, и нельзя ему сказать, что нет, я не пойду, вот приходится вставать, да, и вот ощущается такое состояние, что я тут, прислуга, да, делать вам, или там, сходи туда, ты что, сам не можешь, вот, и вот это вот какая-то обида, когда этот ребенок говорит, вот я вырасту, да, и я не буду тебе больше ничего делать, я не буду тебе, родитель прислуживать, и как правило, возникает так, что, имея в дальнейшем своих детей, он поступает абсолютно так же, как и его родитель, то есть, вот здесь какая-то такая, вымещенная, я не знаю, хочется сказать, даже не совсем агрессия, а какая-то обида, то есть, как правило, люди, которые проживают какую-то боль, я про это уже говорила, где-то в каком-то из роликов, они становятся, то есть, будучи жертвой, при первой возможности, они занимают позицию тирана, вот здесь примерно то же самое, и вот это вот, смотрите, жертва и ее противоположность, тиран, крайность, здесь ощущение того, что вы, как будто бы, не совсем по луне осознавая, когда идет помутнение, вашего какого-то рассудка, вы входите в крайности, и это может бы разрушать вас очень сильно, то есть, здесь может, я не знаю, что-то произойти, как-то вот вы переживаете, и ушли в крайность, стали заедать, стали есть очень много, произошло помутнение, и вы разрушаете сами себя, то есть, через чрезмерное, там, червогодие, да, через вот этот вот порог, либо наоборот, что-то произошло, какое-то помутнение вашего рассудка, да, и там, я не знаю, вы начинаете себя вести не совсем адекватно, такое тоже может быть, здесь очень много разных вариантов, да, мы не смотрим вот прям избитые какие-то варианты, здесь может быть как-то в деталях, здесь ощущение того, что, вот знаете, вот как говорят, дьявол скрывается в деталях, в каких-то мелочах, вот здесь про это тоже может быть, то есть, знаете, вот как будто бы не хватает, не хватает денег, и вы уходите, то есть, недостаток денег, вы уходите в другую крайность, то есть, становитесь экономными прямо на всем, вплоть до туалетной бумаги, да, сколько я ее буду использовать, то есть, здесь разные моменты, и это, вот здесь есть над чем подумать, почему, потому что, как бы, как правило, здесь вопрос был, это роль, в котором вы пребываете чаще всего, чаще всего вы пребываете, то есть, у меня такое ощущение, что первичное, это все-таки луна, это лабиринт, это когда вы путаетесь в своем сознании, когда, вот, вот эта вот семерка кубков, да, она вас одолевает, какие-то иллюзии, когда вы не видите реальность, тогда вы уходите в крайность, вы как будто бы проявляете свой теневой, какой-то аспект, теневой момент, это альтернатива аркана башни, который говорит о том, что нужно разрушить, нужно разрушить свои какие-то убеждения, которые заставляют вас воссоздавать ту реальность и получать подтверждение от нее, которая уже не имеет почву под ногами, да, то есть здесь нужно разрушить, проще скажу, более понятным языком, то есть нужно перестать быть ребенком и делать то, что вы делали в детстве, по каким сценариям жили, а посмотреть на это по луне, не как ребенок, а уже как взрослый, не знаю, это может касаться каких-то привычек, очень пагубных привычек, да, элементарно, там есть ногти, когда, когда есть какой-то стресс, когда есть какое-то волнение, вы начинаете себя разрушать, то есть это тоже по сути является, как она называется, членовредительство, то есть начинаете съедать прям ногти в корень, либо эти заусенцы, и вам становится, ну вот и больно, и это не очень красивый вид, то есть здесь, здесь какие-то такие моменты, подумайте, какие у вас есть пагубные привычки, причем они могут быть, еще раз скажу, в мелочах, то есть вы что-то можете сделать, и вы не осознаете того, что вы сами себе вредите в этом, и вот в этой роли вы пробываете чаще всего, что как следствие, оно как раз и приводит вас потом к тройке мечей, в которой вы находитесь сейчас, здесь необходимо найти внутренний какой-то баланс, да, золотую серетину, вы человек крайности здесь идет, хорошо, последний вопрос, надо что-то позитивное, как-то на позитиве закончить, смотрим, в какой роли у вас будет рост, как недавно я делала расклад, и кто-то мне в комментариях написал, говорит, а может быть мне и не нужно расти, да конечно, может и не нужно, не всем же нужно расти и развиваться, ведь это добровольный процесс, да, кто не хочет, так не надо, ради бога, я это искренне говорю, да, не всем нужно расти, возможно душа и не выбирает это, да, есть какой-то такой период, когда перерождение, когда ты просто наслаждаешься жизнью, да, и вот как некая такая передышка, и ответ у нас на вопрос, в какой роли будет рост, в роли колесничего, конечно же, да, в роли человека, движения, рост там, где вы начинаете двигаться, там, где вы начинаете проявлять активность, и здесь опять-таки вернусь к своей любимой философии, которую я обожаю, опять-таки согласно Платону, к леснице, это изображение нашей души, такой визуальный образ он показал, но здесь речь идет о чем? Здесь речь идет о том, что когда мы ставим себе цель какую-то, да, и идем к этой цели, у нас всегда на пути встречаются какие-то внешние факторы, которые отвлекают нас, и вот это вот отвлечение, оно не случайно, оно помогает, с одной стороны, оно проверяет, насколько нам та или иная цель, желание, человек, ситуация, неважно что, насколько нам это нужно, а с другой стороны, вот эти вот все отвлечения, они как будто бы проявляют наше эго, они показывают то, чем мы наполнены, то есть если мы отвлеклись, если нас это зацепило, то нас зацепило, потому что это есть в нас, и я сейчас не говорю о каких-то качествах и свойствах, а я возможно здесь могу упомянуть и о каких-то мыслях наших, то есть если, либо каких-то наших привычках, если мы привыкли страдать, то как я говорила в самом начале, мы будем замечать все негативное на своем пути, мы будем идти по улице, известная всем фраза Амара Хайяма, двое смотрели в окно, один увидел грязь и слякоть, а другой прекрасно чистый дождь, вот здесь про это, то есть почему вы отвлекаетесь, либо на что вы отвлекаетесь, и вот в этом, вот именно в путешествии, когда вы начинаете двигаться, в какую роль, когда вы начинаете что-то познавать, когда вы начинаете некое такое движение, когда у вас есть, причем смотрите, здесь у вас как я говорила в самом начале, когда я начинаю страдать, вот это вот страдание, в какой-то момент оно нам надоедает, и мы хотим выйти из него, и мы начинаем искать решение, мы хотим совершить прорыв, как Мюнхгаузе, о котором я говорила, начинаем вытаскивать себя, вот этот вот Мюнхгаузен и есть колесничий, то есть страдание, когда я уже говорю, я больше так не хочу, я хочу как-то по-другому, и вот это как-то по-другому, как-то по-новому, это и есть колесница, то есть само движение, желание быть победителем, у вас очень, независимо от того, мужчина вы или женщина, у вас очень сильно выражена вот эта вот огненность, яркость, огонь очень мощный у вас, и при этом присутствует стихия воздуха, мечовость, то есть разумность, не случайно вы стремитесь к королеве кубков, вы к мягкости, гибкости, к пониманию, потому что ваша природа, она такая очень яркая, она очень огненная, и при этом мудрая, знающая, ведущая, и вы хотите вот этого вот движения, вам как будто бы не хватает периодически движения, не путайте беспокойство с движением, по натуре вы беспокойный человек, внутри, в душе, у вас луна, воды приливают, отливают, вот это вот бесконечные тайфуны, и любое эмоциональное такое, волнение большое и маленькое, но при этом не хватает огненности, это вот такая, знаете, это немножко другая энергия, это не водная, это стабильная, это концентрация энергии, поэтому какая роль вам поможет расти, это роль колесничьего, человек, который двигается, у которого нету застоев, а куда двигается, да вот, к девятке кубков, но вот это вот есть девятка кубков, это и есть ваша морковка, смотрите, как интересно ваш мозг работает, здесь у нас был отшельник, это девятый аркан, на древо жизни, девятки у нас это сфера есот, а ей управляет, либо соотносится луна, да, что-то такое бессознательное, мутное, не совсем осознанное, туда же у нас идет и астрал, и вот все девятки, независимо от того, что здесь великий аркан, правда на древо жизни, он находится на другом пути, но не важно, как цифры, как нумерология, я говорю, и здесь девятка кубков, то есть вы в любом случае идете, и девятка кубков у нас говорит про удовольствие, про наслаждение для себя, эгоистично для себя, не для кого-то другого, все девятки, это человек, который получает, это не тот, который будет отдавать, если он взаимодействует с другими людьми, он все время будет проявлять себя, и будет говорить, посмотри на меня, он будет привлекать, он не будет ничего делать для другого человека, он будет позволять, я тебе позволяю быть со мной, и тебе будет хорошо, и мне хорошо, но действие будешь делать ты, и вот здесь девятка, и здесь девятка, то есть ваш мозг, что делает, он так или иначе, все равно идет в интровертность, то есть как бы вы не хотели быть по рыцарю жезлов, куда-то двигаться, как-то вот взаимодействовать с другими людьми, быть счастливым, все равно для вас важно, в первую очередь, ваше внутреннее удовольствие, ваше внутреннее наслаждение, то есть ваш отшельник, по сути, хоть мы и говорили о том, какую роль вы больше не хотите проигрывать, он никуда не уйдет, он просто трансформируется, он идет от интровертности поиска, придет в интровертность удовольствия, то есть от мечей, по сути, он может уйти и прийти в кубковость, которую вы хотите, то есть именно вот эта кубковость, она для вас будет манкая, вы к этому будете стремиться, не факт, что вы к этому придете, и вы станете таким человеком, но помним, ваш рост через колесницу, он как раз таки тому, когда вы к чему-то стремитесь, то есть вы, как вы развиваетесь, мы сказали, через боль, через трудности, они как раз таки вас и заставляют развиваться, а какая альтернатива боли, это счастье и удовольствие, то есть когда и в душе спокойное, и во внешнем мире нет, как отражение, каких-то трудностей и сложности, поэтому вы все время будете стремиться к девятке кубков, к удовольствию, это будет ваша морковка, и в этом есть рост, не в самой девятке кубков, не в самом наслаждении, а в том, что вы стремитесь к этому, не факт, что этот осел, лошадь, перед которым висит эта морковка, он до нее сможет дотянуться, но вот эта вот иллюзия, что я хочу ее схватить, я хочу, я не знаю, зацепиться за нее, она заставляет его двигаться вперед, и при этом, смотрите, даже в самом образе, эта морковка, она всегда с ним, она не где-то далеко, либо не где-то близко, у нее все время такая стабильная позиция, она рядом, она, можно сказать, в моменте здесь и сейчас, но он никогда не сможет до нее дотянуться, я не говорю о том, что вы никогда не дотянете из девятки кубков, но это для вас будет очень хорошей мотивацией, то есть если вы спрашиваете, а что является для меня, например, мотивацией для роста, это удовольствие, удовольствие, но не забывайте, как только вы будете доходить до этого удовольствия, вы будете впадать в тройку мечей, в тройку мечей, почему, потому что ваш основной сценарий, в котором вы чаще всего пребываете, это вот крайности, то есть если я был в удовольствии, какая крайность у нас должна быть, тройка мечей, не удовольствие, окей, поныл, поныл, собрал себя, нет, ты молодец, я не знаю, всевозможные аффирмации, мотивация, благодарность, все вытащил из себя, пошел дальше по колеснице, только дошел до какого-то успеха, четверка педагли, стало скучно, неинтересно, ой, мне ничего не нужно, я эти, то есть вы начинаете себя обесценивать, понимаете, начинаете себя обесценивать, потом что делаете, ищете новую ценность, новой ценность, и таким образом у вас зацепляется ваш круг, можно ли с этими архетипами, либо с этими ролями что-то сделать, можно, если с этим осознанно работать, у меня на все один ответ есть, во всем должна быть осознанность, то есть понимание, что я делаю, для чего я делаю, как это можно вообще исправить, и что, то есть пока мы не осознаем в своей голове, осознание это вот некий такой инсайт, тубля, что-то переключилось, и вот в этот момент осознания, что происходит, у нас расширяется сознание, почему оно расширяется, потому что мы что-то новое увидели, мы что-то новое впустили, вот эту вот свою зону обычного, своего поведения, то есть вот этот вот инсайт расширения, это создание как раз-таки новой нейронной какой-то связи, но след от нейронной связи, от новой, он настолько дымчатый, он настолько, как бы сказать, легкий, непротоптанный, то есть вот вспоминайте, как мозг у нас же сделан, либо орех, какие там вот эти вот борозды, или как это правильно, выемки есть, очень глубокие, это показатель того, что импульс идет по этой выемке, по этой канаве, очень много раз, и вот это вот, много раз, это ваши вот эти вот архетипы и роли, и для того, чтобы что-то новое появилось, надо так же много раз этот импульс пропускать, туда-сюда, туда-сюда, чтобы вот эта вот тропинка превратилась в забетонированную дорогу, даже образно увидим, какая разница, и как это может превратиться, только через осознание, что это значит через осознание, то есть понимание, пропускание через себя, и очень много повторов, 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 поэтому успешные люди, это не всегда умные люди, но это очень трудолюбивые люди, которые делают очень много повторов в своей жизни, и тем самым они добиваются, не в силу своего ума, либо интеллекта, мне кажется, наоборот, умные люди, они самые такие бедные, что ли, несчастные, опять-таки, это может быть мое убеждение, вот, но, потому что они очень заморачиваются, понимаете, они мало делают, и много заморачиваются, но здесь суть как раз в том, что если вот вы будете заморачиваться, и будете делать, и у вас обязательно получится что-то изменить, и я уверена, что из этого расклада вы что-то для себя, пускай даже не то, что я говорила здесь, но что-то внутри вас, какая-то ваша мысль, которая зародилась, какой-то ваш инсайт, поспособствовать дальнейшему вашему изменению, вот такой у меня был расклад для вас, я хочу попрощаться с вами, надеюсь, а если я не ошибаюсь, это по-моему выйдет этот расклад, я его записываю в пятницу, если это так, если это все-таки пятничный расклад, хочу пожелать вам отличных выходных, старайтесь побывать в тех местах, где вы ранее не были, либо сделать хоть что-то, хоть что-то по-другому, не по-привычному, всего вам самого наилучшего, прощаюсь с вами, пока-пока!